Всем привет! Меня зовут Ирина. Я веду дневник беременной на канале Мазокея Раша. Прошел месяц с того момента, как родилась Ритулька. Честно скажу, что время лететь стало еще быстрее, чем во время беременности. Я не успела оглянуться, как ребенок вырос из тех вещей, которые в роддоме ей были еще большие. Мы уже сходили на первый прием к педиатру. Ребенок набрал полтора килограмма и вырос на 5 сантиметров. Нам дали направление ко всем специалистам и на УЗИ головы и брюшной полости. Вот, абдоминальные УЗИ. Хочу вам рассказать, как проходили наши первые дни дома. Меня очень сильно выручала грелка. Я вам показывала в прошлых видео обзор на эту грелочку. И вот я вам честно скажу, что она прям незаменимая вещь. На седьмой день после рождения ребенок стал очень беспокойным, плакать, ножки поджимала. И ночами она у меня спала с грелочкой. Наверное, дней 12 она спала с грелочкой. И потом у нас животик немножко начал отпускать. Ну вот грелка, это правда лучшее, что я могла приобрести. Она прям очень помогла нам. Поэтому, девочки, если кто-то думает, не сомневайтесь, она нужна. Как вы поняли, нас мучили колики. Также я приобретала в Мазаке газоотводные трубочки. Они нам тоже пригодились. Я тоже их использовала раз в пять, наверное. И потом постепенно нас животик отпустил. И ребенок стал спокойнее. Теперь она кушает, спит. И часа, наверное, два в день она бодрствует. Вот. Сейчас она спит. Проснется, я вам покажу, как она выросла. Это видео я, наверное, хотела бы посвятить грудовому скармливанию, потому что это сейчас самое важное, первый месяц. Потому что больше-то ребенок ничем не занимается. Только спит и грудь сосет. Кушает. Так как я в роддоме благополучно забыла накладки на грудь, я приобрела новую в Мазаке от Меделлы. Я их использую для того, чтобы нам было удобно. Мужу и мне. Я не уходила в декрет, я фотограф. Поэтому нас спасают эти накладки. Ребенок берет и грудь с накладками, и бутылочку. Когда меня нет дома, я сцеживаю молоко, оставляю мужу бутылочку, и он ее может кормить. Вообще без проблем ребенок берет. Поэтому в моем случае накладки меня прям спасают. Подробный обзор тоже был в прошлых видео. Посмотрите. Я вам уже сказала, что я постоянно отлучаюсь от ребенка. На работу уезжаю. Я приобрела бутылочку АВЕНТ в Мазаке. Очень нравится, что здесь естественный захват. Поэтому ребенок берет без проблем грудь. Бутылочку кипятим. Благодаря этой соске можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки. Соска имеет ультрамягкую поверхность, имитирующую ощущение от кормления грудью. Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта обеспечивают гибкость соски, что позволяет кормить малыша наиболее естественным образом, без слепания соски. У бутылочки широкое горлышко, что помогает легко ее помыть. Удобно. Купила бюстгальтер в форме маечки. Он удобный, без косточек, хорошо тянется. Тут есть подкладки для груди, для молока. Сейчас оно хорошо приходит и бежит, поэтому это тоже необходимая вещь. Вот. Также тут лямочки отстегиваются. Я брала его уже даже в роддом. Очень удобный. Удобно, что нигде ничего не тянет. Отстегиваются лямочки, пристегиваются. Вот такой резиновый тянется, классный. Приобрела аспиратор назальный. Он предназначен для детей с рождения, для отечения слизистой носа. Нам еще не пригодился. Поэтому, на всякий случай, он у нас есть. Аспиратор позволяет без труда очистить содержимое носика. Откачиваемая слизь скапливается во флаконе. Благодаря мягкой силиконовой трубочке, позволяет использовать под любым углом. Интенсивность всасывания регулируется за счет силиконовой трубочки. Также имеется футляр для гигиенического хранения. И для таких случаев, когда я отлучаюсь, мы приобрели молокоотсос. Это ручной двухфазный молокоотсос. Ручной молокоотсос модела основанной на технологии двухфазного сцеживания, которая позволяет мамам эффективно и с комфортом сцеживать молоко. Двухфазная технология означает, что для стимуляции прилива, чтобы молоко потекло, вы начинаете сцеживать с более короткой стороны рукоятки молокоотсоса. Это создает более быстрый ритм, похожий на сосание проголодавшего ребенка в начале кормления. Когда молоко начинает течь, вы переключаетесь на более длинную сторону рукоятки, замедляя ритм для сцеживания большей части молока. Девочки, еще хотела вам рассказать и посоветоваться. Салфетки влажные от фирмы Lavular. Они без запаха, без спирта. Кожа после них не липкая. Очень понравились нам. Малышка спит. Это конвес от Мазакея Раша. Утепленный. Рассказывала вам его. Покупала для выписки. Так как у нас похолодало тогда. Вот он нам уже как раз. Ребенок растет очень быстро. Все вещи уже с Мазакея на маленькие. Поэтому мы скоро снова отправимся в магазин. Давайте я вам буду каждый раз показывать. Вот так ее на ручках. И мы будем с вами смотреть, как она будет расти. Сейчас она весит 4,5 килограмма. Вкусно пахнет. Щечки выросли. Да? Наши дни не такие, как я представляла. Я думала, что вот у меня будет 2 ребенка. Будет мне тяжело. Куда я буду ходить? Как я буду ходить? Все нормально. Мы так же ездим. Только я уже не с одним ребенком, а с двумя. Гуляем. Ходим по магазинам. Все так же прекрасно. Это зависит от настроя матери. Если мать активная и позитивная, то почему должна измениться жизнь после рождения ребенка? Все классно. Только теперь вот еще с Риткой. И все. Ну, вещи, вот скажи. Да? Вот. Ну, позитивные, активные девчонки. Мы с вами прощаемся. Пошли кормить Ритульку. Пишите, спрашивайте, задавайте вопросы. Нам будет приятно и интересно.